Все мы знаем, как легко создать фейковое страшное видео буквально из ничего. Нужно лишь немного владеть навыками видеомонтажа. Но как насчет прямого эфира? Сегодня мы покажем вам самые пугающие вещи, которые попали в прямой эфир, и попробуем вместе с вами в них разобраться. Огни над городом. 27 февраля 2018 года телекамера, установленная телеканалом Fox на одном из небоскребов города Милуоки, штат Висконсин, запечатлела нечто странное. В 4.43 ведущие готовились к утреннему выпуску новостей и обратили внимание на странные огни в ночном небе. Лайв-камера показывает, как светящиеся объекты хаотично перемещаются над городом. За кадром слышно, как ведущая спрашивает у коллег, что это такое. Она предполагает, что кто-то запускает фейерверки. Уже на следующий день странное видео было выложено в сети, пользователи начали предлагать свои объяснения этим кадрам. Кто-то, например, посчитал, что это сгорающие в атмосфере метеориты. Уфологи, конечно, заявили, что не обошлось и без вмешательства инопланетян. Сам телеканал выдвинул версию, что на видео попали подсвеченные городскими огнями чайки. В качестве аргумента приводили свидетельства одного из сотрудников канала, который видел огромную стою чаек над городом незадолго до того, как была сделана странная запись. Однако такое объяснение не выдерживает никакой критики. Где вы видели, чтобы чайки летали над городом в таком плавном и хаотичном темпе? Да и вообще, где вы видели чайок со светящимися хвостами? Бешеная газета. А этот загадочный случай произошел во время прямого эфира на албанском радио. Камера, снимавшая собеседников, захватывала стул, и газета, неподвижно лежавшая на нем, вдруг отлетела прочь. Неизвестно, что произошло с ней на самом деле, но реакция ведущего красноречиво говорит о том, что в программе передачи такого трюка не значилось. А сквозники в радиостудиях не водятся. Похоже, он испугался даже больше гостей передачи. Еще бы. От вас когда-нибудь пыталась сбежать газета? Факт или фейк? Об этом видео известно очень мало. Мы знаем только, что оно было снято где-то в России командой репортеров. В иностранных медиа этот ролик обрел бешеную популярность. Многие считают его еще одним доказательством существования НЛО. Но что на самом деле мы видим? Женщина-репортер начинает свой рассказ совершенно спокойно, пока оператор не обращает ее внимания на странный светящийся шар позади. Она поворачивается и удивляется. Переливающаяся сфера, кажется, висит всего в нескольких метрах от нее. Спустя пару секунд шар начинает подниматься в небо, пока не исчезает из виду. Только за последние 350 лет... Олеська! Смотри! Ой, ничего себе! Что это? Вау! Обалдеть! Ладно, это видео действительно, может быть, выглядит довольно примитивно. Таких в интернете много. Но что насчет самых, что ни на есть настоящих записей из прямого эфира телеканала или онлайн-камер видеонаблюдения? Такие записи подделать очень трудно. Оставайтесь с нами до конца выпуска, чтобы увидеть еще более необъяснимые и пугающие вещи, которые попали в прямой эфир. Например, следующий эпизод, снятый журналистами, имеет долгую предысторию. Нам показывают дом, который в 1930-х принадлежал человеку по имени Уильям Гудвелл. Ходили слухи, что у себя на заднем дворе мужчина нерегально гнал алкоголь, за что получил прозвище Билл Виски. В наши дни от дома Билла почти ничего не осталось. В нем напоминают только фундамент и пара полуразвалившихся стен. Здесь никто не живет. Или почти никто. Место считается проклятым отчасти из-за того, что могила самого Билл Виски находится менее чем в 100 метрах от руин. Чтобы доказать или опровергнуть это, к дому направилась команда шоу о призраках. Журналисты сделали несколько снимков со странными фигурами, а также записали на диктофон зловещий мужской голос. Но подобные доказательства легко сфабриковать, скажете вы. Да, но тем не менее, во время прямого интервью с ведущим программы со стороны дома донеслись странные звуки. Похоже, это были удары металлического предмета. Звук шел как будто из-под земли. Вот тогда команда перепугалась не на шутку. В декабре 2018 года гигантское голубое зарево появилось над районом Квинс в Нью-Йорке. Вспышка была настолько яркой, что ее зафиксировали сразу множество камер по всему городу. Перепуганные очевидцы тут же полезли в интернет в поисках объяснения. Начали появляться все новые и новые видео с места происшествия. Один из пользователей твиттера написал «Электричество вырубилось. Потом я услышал взрыв, и мой дом начал шататься. Все небо было раскрашено голубым, зеленым и белым». Или еще один твит. «Это было ужасно. Думала, что это конец». Известно, что сразу после вспышки временно приостановил работу городской аэропорт. Вылеты самолетов отложили, а рейсы, заходившие на посадку, отправили в другие аэропорты. Спустя несколько минут после появления вспышки интернет переполнился теориями насчет того, что действительно произошло в Нью-Йорке. Выдвигались самые разные версии. От визита инопланетян до начала ядерной войны. Но на самом деле все оказалось куда прозаичнее. Причиной вспышки стал взрыв трансформатора на подстанции Кот Эдисон. Вскоре после взрыва на место прибыли полицейские пожарные, которые также сделали несколько видеозаписей. К счастью, никто не пострадал. Что только не теряется в аэропортах. Чаще всего исчезает, конечно, багаж. Но как насчет людей? Во время съемки этого новостного репортажа для датского телеканала женщина на заднем плане просто исчезла. Мы видим, что она стоит прямо за спиной мужчины, который дает интервью. Вот перед ней проходит другая путешественница с тележкой. А леди со светлыми волосами бесследно исчезает. Как это можно понимать? Может быть, вы поможете и напишите в комменты, что, по вашему мнению, здесь произошло. Призрак в ресторане. А эта видеозапись с камеры видеонаблюдения уже облетела весь мир. Заподозрить подлог здесь очень трудно. События происходят в дорогом лондонском ресторане. Здесь явно нет нужды в привлечении клиентов с сомнительными историями о призраках. Наоборот, респектабельные клиенты скорее предпочтут вовсе избегать места, где завелся полтергейст. Самая известная запись с проказами призрака из ресторана перед вами. Мы видим, что на переднем плане за столом сидит девушка. Ничего необычного не происходит, пока обеспокоенная Реди не вскакивает со стула. Она направляется в глубину зала или к выходу. Но что заставило ее встать из-за стола, когда она еще не закончила обедать? Дальше нужно смотреть внимательнее. Сначала на столе начинает двигаться салфетка. Потом сам собой отодвигается стул. Стул мы полностью не видим, и скептики наверняка скажут, что его вполне мог отодвинуть кто-то, кто не попал в кадр. Не исключено, но вот сами собой начинают разлетаться салфетки и приборы. Мог ли кто-то их сдернуть прозрачной ниткой? Едва ли. Сотрудники ресторана заявляют, что это не первый подобный случай в их заведении. При этом частенько загадочные движения происходили не под камерами, а в подсобках и на кухне. И еще один ресторан. Посетители и владельцы кафе в американском городе Вентура считают, что в заведении поселился призрак. Началось все в тот день, когда один из работников кафе, придя на работу с утра, нашел один из стульев, лежащим на полу. Мужчина проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел, что стул упал сам. Второй инцидент произошел днем. Один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка призрака тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения. Дэйв Фолтс, владелец заведения, сообщил, что работает здесь уже больше 25 лет, но при нем сотрудники с подобным еще не сталкивались. Он добавил, что коллектив ресторана винит во всем духов первых посетителей. Про загадочных призраков даже пытались снять документальный фильм, но пока убедительных кадров журналистам получить не удалось. Злобный дух В 2010 году целая команда журналистов отправилась на Ямайку, чтобы снять документальный фильм про мальчика и призрака. Этот парень и его семья были твердо уверены, что в их доме обитает призрак. Более того, он может последовать за ними и за пределы родных стен. Поначалу журналистам казалось, что парень сам инсценирует атаку духа. В конце концов, нет ничего особенно сложного в том, чтобы подергаться на камеру. Однако, чем дольше шли съемки, тем менее скептическими становились журналисты. Призрак Майкла Мог ли на экране случайно появиться призрак великого музыканта? Эта запись была сделана телеканалом CNN через два дня после смерти Майкла Джексона. Журналисты ходили по дому и подробно снимали интерьер. В какой-то момент через холд дома прошла некая фигура. Оператор как раз снимал дверь с множеством замков, когда камера, направленная на коридор, засняла появление призрака. На повторе вы можете разглядеть его подробнее. Чем больше мы увеличиваем кадр, тем более жуткой становится картинка. Верите ли вы в то, что призрак умершего артиста мог бродить по дому спустя несколько дней после его смерти? Ну а в комменты напишите, с какого момента в этом выпуске вы навалили больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!